С вами Рик Реннер, я стою в Древнем Ефесе на улице Куретов, одной из старейших и самых роскошных улиц в Древнем Ефесе. 2000 лет назад по обеим сторонам улицы стояли крытые колоннады с красивыми мозаичными полами. На тротуарах красовались статуи поэтов, учителей, политиков, правителей, знаменитых горожан. Этот район города считался поистине царственным. Улица вела к библиотеке и к тому месту, где когда-то стояла синагога, в самом центре города. И здесь прогремела евангельская весть. Она воссияла. И отсюда Евангелие распространилось по всей Асии. По традиции, недалеко отсюда, за свою веру, как мученик умер Тимофей. Ему было 80. В молодом возрасте он мучился от страха. И тогда Павел написал ему во 2 Тимофею 1.7. «Бог дал тебе дух не страха, а сила любви и здравомыслия». И Тимофей одержал такую победу над своим страхом, что в более поздние годы, по преданию, выйдя на эту самую улицу, он обличил участников языческого шествия в честь всех тогдашних божеств. Тимофей начал обличать толпу, и в ответ его забили до смерти, и он скончался как мученик, по преданию, на этой улице в возрасте 80 лет. Но он победил дух страха, так что если вас мучит дух страха, Бог дал вам не дух страха. Павел и его путники поселились в этом городе, и здесь они стали свидетелями исполнения Божьей воли. Им пришлось принять вызов и приехать. Также и вам нужно принять вызов Божьего поручения. Может, Он призвал вас туда, куда вы не ожидали поехать. Или Бог поручает вам сделать то, к чему, как вам кажется, вы не готовы. Но вы знаете, что это Божья воля. Вам нужно принять ее всем сердцем и ожидать, что Бог подготовит вас своей благодатью. Верьте, Бог подготовит вас к исполнению Его воли. Об этом мы и поговорим сегодня. Я ждал вас. Сегодня мы сразу же откроем книгу Откровения, 2 главу, 1 стих, с которого начинается обращение Христа к Ефесской церкви. Ефес был особенным городом. Было бы здорово всем нам побывать в нем, просто попасть в этот город. Он прекрасен даже сегодня. Итак, в этом городе была основана поместная церковь. Сильная церковь, но с некоторыми проблемами. И Христос указал им на эти проблемы. И Христос продолжает говорить об этих проблемах по сей день. Так что нам нужно узнать, что Христос сказал этой церкви. И сегодня мы начнем с Откровения, 2 главы и 1 стиха. И получим для себя в этом стихе массу откровений. Но прежде напомню вам о предложении моего цикла под названием «Послание Иисуса Ефесской церкви». В цикле 10 частей, основанных на этих передачах. Он выпускается вместе с чудесным учебным пособием, которое содержит греческие слова, определения, принципы истины, о которых я говорю в этих передачах. Он полезен для личного изучения и для изучения с друзьями, в группе. Настоятельно рекомендую вам скачать бесплатно. Я также предлагаю вам скачать ознакомительную версию книги под названием «Свет во тьме. Семь посланий семи церквям». Директор Пергамского музея написал следующее, здесь на обложке, «Одна из наиболее профессионально написанных в мире книг на эту тему, а тема «Семь посланий семи церквям. Книги Откровения». В этой книге столько фотографий, иллюстраций, и, как вы видите, каждая страница полноцветная. Книга просто изумительная. Прочесть все 560 страниц за один присест могут лишь некоторые. Чаще всего эту книгу читают как справочник. Она лежит на видном месте, например, на журнальном столе. Просто красивая книга. Ее открывают вновь и вновь. Если вам хочется понять, как жила новозаветная церковь, читайте эту книгу. Если вам интересно, с какими трудностями сталкивались христиане в те времена, вам нужна эта книга, вам нужно ее прочитать. Хотите понимать Новый Завет? Вам нужна эта книга. Новый Завет оживет перед вами. На обороте книги написано «Послание», которое подготовит вас к грядущим событиям. «Откройте для себя мир Нового Завета», «Узнайте о древних Ефесии и Смирне», «Оцените важность послания Иисуса Христа этим церквям», «А также актуальность этих обращений для сегодняшней церкви». Это замечательная книга. И сегодня я буду использовать ее, и сегодня я зачитаю прямо из этой книги. Итак, читаем. Откровение, 2 глава, 1 стих. Но сейчас мы вернемся к 1 главе, 10 стиху. Начнем с него. Из Откровения, 1 главы, 10 стиха мы узнаем, что апостол Иоанн, уже в преклонных годах, ему за 90, сослан на остров Патмос за веру. И вот что он пишет в Откровении, 1 главе, 9 стихе. «Я, Иоанн, брат ваша, соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». В словах Иоанна «был на острове» глагол «был» греческое слово «гинумай» несет в себе следующий смысл. «Произошедшее застало меня врасплох, это случилось совершенно неожиданно, странное стечение обстоятельств, которые я никак не мог предусмотреть. Нечто, что было невозможно предугадать. После ряда странных событий я вдруг оказался на острове, и в греческом написано «называемым Патмос». В греческом здесь такая экспрессия. Все знали, что такое Патмос. Я был именно на этом острове, на том самом, который называют Патмос. Оказаться в ссылке на Патмосе не хотел никто, заброшенное место, забытое всеми. Никакой зелени, растительности, голые камни и лишь один источник пресной воды. Иоанн был политзаключенным, так что, когда его проводили на берег, никаких камер там не было. Он блуждал по острову сам по себе. Без еды, без воды и без одежды. Иоанн, выживай как хочешь. А ему уже за 90. И он нашел таки пристанище в пещере, которую сегодня можно посетить. Ее назвали «Пещера Откровения». И в этой самой пещере Иоанн увидел Откровение, ставшее Книгой Откровения. Иоанн рассказывает нам, как это было, как он получил это Откровение. В 10 стихе. Послушайте его слова. Он пишет, «Я был в духе в день воскресный». Во-первых, день воскресный указывает не на субботу и не на воскресенье. Это перевод греческого слова «куриакос». И этим словом назывался «День почитания императора». В этот день все римляне поклонялись императору Домициану. Вся империя. Иоанн пишет, «В тот самый день, когда вся империя поклонялась императору Домициану, этому языческому сумасшедшему божеству, в пещеру к Иоанну вошел Иисус, настоящий император». Иоанн сообщает, «Он пришел меня навестить». И далее он пишет, как это было. Он пишет, «Я был в духе в день воскресный». В переводе короля Иакова слово «дух» написано с заглавной буквы, а в греческом нет заглавных букв. Там просто написано «Я был в духе». Или вот как можно перевести, «Я попал в духовное измерение». Причем глагол «был» греческое «гиномай», которое в данном контексте указывает на переход из одного измерения в другое. Я повторю, переход из одного измерения в другое. Иоанн пишет, «Гиномай». Не знаю, как это произошло. Я не могу это повторить. Каким-то неописуемым, необъяснимым образом я внезапно обнаружил, что перешел из одного измерения в другое и внезапно оказался. В переводе короля Иакова слово «дух» стоит с определенным артиклем, а в греческом говорится «я перенесся в другое измерение». Я оказался в духовном измерении. И находясь в этом духовном измерении, он увидел откровение Иисуса Христа и все откровения, записанные в книгу «Откровения». Библия говорит, что он услышал громкий голос, как бы трубный, который говорил, стихи 10 и 11, «Я есть Альфа и Омега, первые и последние. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии». И далее перечисляются семь церквей. В Ефес, в Смирну, в Пергам, в Феатиру, в Сардис, в Пиладельфию, в Лаудикию. И первое послание было адресовано церкви в Ефесе. Почему первое послание получила именно она? Потому что первой церковью в Асии стала именно Ефесская церковь. Она была самой крупной, самой заметной, сильной и влиятельной церковью во всем регионе. Более того, Ефес называли «светочем Асии». Считалось, что все, происходившее в Ефесе, влияло на целую Асию. Из Ефеса по всей Асии расходились дороги и распространялись философия и идеи в сфере образования. За каждым действием Христа стоит четкая стратегия. Евангелие впервые прозвучало в Ефесе, потому что оттуда оно распространится по всей провинции Асия. Сейчас откроем 2 главу и 1 стих. Мы остановились здесь в предыдущей передаче. Христос сказал «Ангелу Ефесской церкви напиши». В прошлый раз мы исследовали два слова. Во-первых, слово «ангел». И мы поняли, что слово «ангел» на греческом «ангелос». В данном контексте относится не к небесному ангелу. В Писании слово «ангелос» часто указывает на ангельское создание, на небесных ангелов. Однако в данном конкретном случае слово «ангелос» стоит перевести как «посланник». И относится это слово к «посланнику церкви». В данном случае к «пастору церкви». Отметить это крайне важно. Когда Христос хочет передать церкви свои слова, Он направляет их не всей церкви, а пастору. Христос никогда не нарушает принцип духовной субординации. Когда Христос хочет похвалить церковь, зачастую пастор слышит об этом первым. А когда Христос вынужден упрекнуть церковь, сделать замечание, зачастую первым эти слова услышит пастор. И на пастор возлагается ответственность обдумать послание и передать его всему собранию. В Откровении 2 и 3 главах мы видим, что Христос считается с полномочиями людей, которых Он Сам назначил. Христос обращается к пастору, и затем пастор доносит послание до церкви. Итак, ангелу или пастору церкви. Мы поняли, что в греческом слово церковь – «эклесия». Я прочту из своих заметок. Слово церковь на греческом «эклесия», состоящее из приставки «эк», что означает «наружу», и указывает «на выход», что-то «на выход». И корень «калео» означает «призывать», «взывать», «созывать». Когда эти две вещи соединяются, получается слово, которое описывает того, кто вышел из общества, потому что был призван к чему-то другому. Следовательно, это слово можно перевести как «престижное собрание призванных и отделенных людей», те, кто был избран. Это говорит о том, что церковь – это привилегированное сообщество. Мы – призванные и отделенные люди. Вот что означает слово «церковь» – «эклесия». В истории слово «эклесия» относилось к собранию уважаемых афинских граждан. То есть слово «эклесия» приобрело особенное значение в Афине, где оно указывало на престижное собрание афинян, которое собирались регулярно, 40 раз в год, чтобы устанавливать законы, обсуждать политику, разрабатывать новые правила городской жизни, выносили решения в юридических вопросах, избирали высшего магистрата Афин, их избирали из городского сообщества, призывали, и быть в этом собрании было огромной честью. А в Новом Завете слово указывало на сообщество христиан, призванных из мира, собранных Христом, избранных лично и персонально, собранных воедино, чтобы представлять Бога в каждом селении, городе и стране. Это сообщество призвано принимать решения, которые определяют обстановку в регионе. Это значит, что церковь — это не просто маленькая группа людей в здании, которая стоит на улице. Церковь — это не сообщество христиан, которые прячутся от мира. Мы с вами призваны влиять на обстановку, на духовную обстановку, в городе, в стране, влиять там, куда Бог нас поместил. Слово «Экклесия» описывало группу людей, которые призваны оказывать влияние, и в случае церкви оказывать духовное влияние. Собравшись, члены сообщества вместе молились, и даже в Афинах среди язычников встречи «Экклесия» начинались с молитвы. Затем к собранию обращался оратор, называемый «кирукс». От этого слова произошло понятие «проповедник». Все эти слова позаимствованы из светского лексикона. И так называя нас церковью, Библия подчеркивает нашу силу и власть. Мы призваны менять духовную атмосферу в своем городе, в своей области и в своей стране. Мы озвучиваем Божью волю на земле. Мы – престижное собрание. Это первое, что мы поняли. И теперь дальше. Смотрите, что говорится. Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит «держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Слово «держащий» на греческом «кратус». Это понятие «кратус» подчеркивает сильную хватку. Послушайте внимательно. Сильную хватку, крепкие объятия, прочное сжатие. Другими словами, что бы вы не держали в руке, вы держите это настолько крепко, так сильно прижимаете к груди, что никто не может выхватить это у вас. Вы контролируете ситуацию, это дело в ваших руках. А что Христос держит в своей правой руке? Ответ в Библии. «Семь звезд». В данном контексте «семь звезд» представляют семерых пасторов семи церквей. Я нахожу это интересным. Ведь в этих главах пасторов называют ангелами, а сейчас еще и звездами. Правда, интересно? Так вот, ваш пастор — ангел, а еще ваш пастор — звезда. И что же все это значит? Я вам скажу, что это значит. Давайте посмотрим на слово «звезды», и для этого откроем страницу 76 в этой чудесной книге «Свет во тьме». Вот значение слова «звезда». Прежде всего, на греческом слово «звезда» или «звезды» — «астерос». В этом стихе во множественном числе указывает на обычные звезды, как небесные тела во Вселенной. И вот что я написал в своей книге. Почему Иисус называет пасторов звездами? Вот почему. Послушайте. Эти пасторы должны были сиять подобно звездам, пронзая своим светом духовную мглу в регионе. Пасторы должны были словно маяки указывать церквам верный путь. Именно пасторам церквей было заповедано светить, как звезды, для того, чтобы указывать направление людям, потерявшимся во тьме, вести пропавших в грехах людей ко Христу, вдохновлять верующих на поклонение Богу, преподавать Божье Слово, чтобы верующие научились распознавать времена жизни. При условии исполнения этих обязанностей, семь пасторов действительно стали бы светочами в своем поколении, оказывая глубокое влияние на будущее и судьбы людей, пасти которых доверил им Бог. Подобно звездам на небосклоне, даже самое яркое и блистательное пасторское служение не вечно, и со временем ослабеет и пойдет на убыль. Это правда. Вечных пасторов не бывает. Пусть отдельно взятый пастор несет служение в одном и том же месте в течение долгого времени, но вечных пасторов не существует. В конечном итоге наступит момент, когда свет даже очень успешных пасторов начинает угасать, для того, чтобы родилась новая звезда. Со временем все пасторы постепенно передают свои позиции новым, которым предстоит начать сиять в церкви в этом городе и дальше. И дальше. Продолжительность отдельно взятого пасторского служения может быть коротким или длинным, в зависимости от нескольких факторов. Ключевыми же факторами являются, пожалуй, запас духовного топлива и степень выдержки в самой его сердцевине. Это относится и к натуральным звездам. Долгота их сияния, долгота жизни и излучение света зависят от объема топлива в их недрах. Зачастую продолжительность служения пасторов в больших церквах короче, ведь они испытывают огромное давление в сердцевине, что побуждает их сжигать свой запас топлива стремительнее. И пусть кажется, что пасторы церквей меньшего размера горят и сияют не так ярко, или оказывают не столь глубокое влияние на людей по сравнению с пасторами больших церквей, продолжительность служения таких пасторов зачастую оказывается большей, так как на плечах этих пасторов лежит гораздо меньшее бремя нагрузки и давления. Вот как. Продолжительность пасторского служения определяется объемом духовного топлива в сердце пастора, интенсивностью расходования топлива, а также способность пастора переносить нагрузки и давления в самой сердцевине его существа. Послушайте дальше. Подобно огромным звездам, пасторы крупных церквей сталкиваются с потенциальной опасностью испытать чрезмерное давление внутри себя. Если станут гореть слишком ярко и сильно, пасторы же, менее крупных церквей, возможно, будут сиять не так ярко, в смысле распространения своей известности, однако их свет может продлиться дольше по причине меньшего давления в недрах. Таким образом, яркость свечения пастора, и длительность этого свечения определяется происходящим в сердце, в жизни пастора. Описание звезд в этой книге продолжается еще долго. И вот дальше. Подобно 10 миллиардам триллионов звезд во Вселенной, в пасторском служении не найти совершенно похожих друг на друга пасторов. Одних Бог призывает пасторству в крупных городах, других вести церкви среднего размера, а кого-то ставят над и вовсе небольшими церквами. Одни пасторы сияют подобно светилам, звездам, их имена известны широким массам, в то время как другие, по причине меньшего размера церкви или городов, практически незаметны. Но независимо от размера церкви или служения, пасторы призваны сиять в соответствии с Божьим предопределением для их жизни. И можно читать еще очень долго. Поразительно, почему Иисус уподобил пасторов звездам. Ваш пастор-ангел. Относитесь к нему как к ангелу. Греческое слово «ангелос», как написано «ангелу церкви в Ефесе», пастор, Божий посланник и служитель для вас. Кроме этого, он еще и звезда. Его задача – освещать путь для вас, освещать путь для церкви, освещать путь Божьей пастры. А вы относитесь к пастору как к ангелу. Вы воспринимаете пастора как звезду? Ведь он именно такой. Если вы дорогой зритель, сам пастор, перестаньте принижать себя. Хватит себя умолять. Вы – Божий посланник. Вы призваны быть Божьей звездой для вашей церкви и города. Так что светите и используйте топливо в своих недрах с мудростью, чтобы ваше служение не оказалось коротким, пусть оно длится долго. Изумительно, правда? Все это скрыто в слове «звезда». Послушайте. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так, говорит, держащий семь звезд в деснице своей». Хм, держащие. Он держит эти семь звезд в правой руке. Послушайте, что я написал на странице 289 этой книги. Здесь Иисус, Кратос, крепко держит эти звезды, этих пасторов в своей правой руке. Слово «держащий» в Откровении 2.1, греческое слово «кратос», описывает власть и подчеркивает контроль Христа над пасторами. В контексте данного стиха оно указывает на власти полномочия над кем-то, властное владение кем-то или чем-то, обладание на правах господина. Слово «кратос» выражает тот факт, что Христос властно держит в своей руке пасторов. Они пребывают в его власти и подотчетны ему. Важно заметить, что эти пасторы находились не в руках Совета Диаконов, не в руках Совета Попечителей Церкви. Разумеется, в каждой поместной церкви должна быть разработана и задействована система подотчетности. Однако пасторов для каждой церкви призывает именно Иисус Христос. Следовательно, прежде всего, пасторы будут отвечать перед Ним. Пастор пребывает в правой руке Христа. Сапасторы пребывают во властной руке великого пастори-начальника, главы церкви, так что ему они дадут отчет в первую очередь. Пасторы отвечают за то, чтобы в точности и четко довести до сведения прихожан важное Христово послание. И в данном случае речь идет о семи наиболее влиятельных церквях Асии, которые существовали в то время. Правда, изумительно. Христос держит этих пасторов в правой руке. Они отвечают Ему. Они под Его управлением. Они ангелы и звезды. Так важно пребывать в правой руке Христа. Это очень важно. И далее в этом стихе мы читаем. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так, говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Причастие «ходящий» — греческое слово «перипатео». И вот его значение. Ходить вокруг чего-то, жить и работать в одной и той же местности. Здесь образ человека, настолько давно ходящий в одной и той же дороге, или в одной и той же местности, что он может пройти по ней чуть ли не с закрытыми глазами. Этот человек знаком с маршрутом, потому что давно живет и работает в этой местности. Данное слово указывает на движение ступней. Речь о человеке, который передвигается по одной местности настолько долго, что это место стало для него средой обитания. И это часто переводится как «прогуливаться». Мы видим Христа, который постоянно ходит, регулярно ходит посреди семи золотых светильников, то есть церквей. Это местность, в которой действует Христос. Вот почему во втором стихе о нем говорится. «Я знаю твои дела». Он всегда был там, он ходил между церквями. Христос прогуливался между церквями, и поэтому он может говорить о их недостатках с точностью. Наше время вышло, но я скоро вернусь. Библейские события оживают на страницах книги Рика Реннера «Свет во тьме». Откройте для себя мир Нового Завета и отправьтесь вместе с автором в древние города, где были основаны первые церкви. Оцените важность посланий Иисуса Христа этим церквям, а также их актуальность для современной церкви. На страницах этого глубокого исследования Рик Реннер раскрывает тайны древнего мира и описывает трудности, с которыми столкнулись христианские церкви в языческом мире. Исторический контекст и увлекательные детали позволят вам оценить глубину писания и понять, как откровения Нового Завета относятся к нам сегодня. Прекрасно оформленное печатное издание состоит из около 600 страниц. Посредством фотографий, иллюстраций и глубоко развернутых комментариев Рик Реннер воссоздает атмосферу и оживляет исторические события Нового Завета. Скачайте бесплатно ознакомительную версию. Мы также предлагаем вам скачать бесплатно аудиопрограммы «Послание Иисуса Ефесской Церкви». Прослушивая эту серию учений, состоящую из десяти частей, вы углубитесь в послания, с которыми Иисус обратился к церкви в Ефесе. Церкви, которая казалась успешной и процветающей, но в действительности оставила свою первую любовь ко Христу. Скачайте эти программы в формате MP3. Узнайте о том, как не оставить свою первую любовь к Иисусу. Ознакомительная версия книги «Свет во тьме» и аудиосерия «Послания Иисуса Ефесской Церкви» скачайте их бесплатно на нашем сайте ignc.org. Меня зовут Джо Реннер, и я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы являетесь партнером нашего служения. Ваши пожертвования дают нам возможность помогать огромному количеству людей и осуществлять благотворительные программы. Благодаря Божьей благодати и щедрой поддержке наших партнеров, у нас есть особая привилегия нести Евангелие Христа в жизни миллионов людей и являть им Божьей любовь. Вместе с вами мы можем транслировать программы с христианским учением по всему миру, открывать новые церкви, которые сегодня процветают, посещать детские дома и помогать детям и сотрудникам этих учреждений, посещать тюрьмы и служить заключенным Божьим Словом, посещать дома для душевнобольных и делиться с их пациентами свободой во Христе, помогать выпускникам нашей семинарии нести свои знания в мир, служить людям через интернет-церковь, делясь с ними библейским учением и оказывая им духовную поддержку. Станьте партнером нашего служения. Благодаря вам мы можем нести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краев земли. Зайдите на наш сайт ignc.org и сделайте пожертвования онлайн. Благодаря вашим даяниям мы можем продолжать изменять жизни людей. Сегодня мы рассматриваем Откровение, 2 главу и 1 стих, Послание Христа Ефесской Церкви. Говорится, «Ангелу Ефесской Церкви напиши». Мы изучили слово «ангел», греческое слово «ангелос», которое в данном контексте указывает на пастора церкви. Ангелам, небесным ангелам, ангельским созданиям, никогда не поручалось учить или проповедовать или обличать по местной церкви. Эту ответственность всегда несли люди, а именно пасторы церкви. И в данном контексте слово «ангелос» можно перевести как «посланник», и речь идет о пасторе церкви. Иисус сказал «ангелу церкви». Мы изучили слово «церковь», греческое слово «экклесия». Оно описывает престижное собрание верующих, которые призваны из мира и собраны, чтобы оказывать духовное влияние. Мы наделены Богом, правом принимать решения. Мы призваны Богом влиять на свои города и страны, оказывать духовное влияние. И далее по тексту мы читаем «Так говорит держащий семь звезд десницы своей». Мы поняли, что слово «держащий», греческое слово «кратос», указывает на крепкое сжатие. Христос держит пастора в правой руке. Они в ответе перед ним подотчетны ему. И далее мы читаем, что Христос ходит посреди семи золотых светильников. Именно с этого мы начнем следующую передачу. Хочу напомнить о предложении моего цикла «Послание Иисуса Ефесской Церкви». В нем 10 частей, в аудиоформате. Также предлагаем ознакомительную версию книги «Свет в Атьме» и «Семь посланий семи церквям». Давайте вместе помолимся. Отец, благодарю Тебя за привилегию встречаться каждый день для изучения Библии. Спасибо, Господь, за эту невероятную честь. И я прошу, чтобы в жизнь моих друзей пришло Твое благословение. Мы молимся о пасторах, Твоих ангелах и звездах. Благослови их. Отец, благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Помните Иклесиаста 84, где слово «Царя» — там власть. И пусть сегодня в вашей жизни является власть Божьего Слова. Увидимся в следующей передаче. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Пастор Рик с нетерпением ждет встречи с вами на следующей неделе. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране. А также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»